Это человек, который занимается частным образом, он как бы разработчик вот подобных высокотехнологичных устройств. И у него есть интересные разработки, просто он их 5 минут пишет. Это нечто похожее на то, что делает этот проект IB, но только это пока еще не готово. Свободный открытый проект просто, который может присоединиться каждый, кто хочет. Да, и мы заинтересованы так же, чтобы такие люди имели возможность предварить эти проекты в жизнь. И мы заинтересованы в инвесторах, которые помогли таким людям финансировать разработку этих устройств, чтобы они были действительно хорошей помощью для человека. Я передаю тебе. Спасибо, добрый день. Меня тут уважаемые организаторы сравнились со Стивеном Джоксом. Да, у нас есть общее только то, что моя электроника тоже рождается в гараже. Значит, я часто слышу от пчеловодов, что электроника это хорошо, но дорого. Но выход есть. Делайте электронику самим. Собственно, об этом и мой проект. Значит, я его назвал B-Free, и также называется сайт B-Free.XYC. Значит, там публикуются статьи, в которых описываются разработки, то есть создание электроники. Притом, читая статью, каждый может повторить то же самое и сделать эту систему своими силами. То есть, вот это моя система смс-весов на древние дня. По сути дела, лично я сделал и отослал на тестирование пчеловодов две таких системы. При этом десятки людей обращались ко мне и консультировались по тому, как сделать такую же систему. При этом делают не только пчеловоды сами для себя, делают для родственников, для друзей. То есть, тот, кто знает электронику, помогает друзьям пчеловода. И такой подход, я понял, что это хороший подход, это правильный подход. Дальше. То есть, фактически, вот эта система умного луния, которую школьник может собрать за один урок и запустить и наладить подобную систему. Давайте дальше. То есть, фактически, кто пользуется метагонками с метроприводом? Вот, смотрите. По сути дела, это интерфейс моей разработки метагонки, в котором со смартфона, подсоединившись просто к контроллеру метагонки, можно задать параметры, режимы работы устройства. И есть, по сути, две физические кнопки, через которые можно запускать, останавливать, даже не прибегая к веб-интерфейсу. У меня вот есть прототип работающий, который я могу продемонстрировать, продемонстрировать живой интерфейс и показать, как это все работает. Основная у меня проблема, это действительно мало единомышленников, мало людей, которые согласны участвовать в этом проекте. То есть, это совершенно, я делаю вещи на добровольных началах, и мало людей, кто действительно согласен примкнуть к этому проекту и помогать в его развитии. Потому что одному человеку очень сложно все это делать. Спасибо большое. До встречи на постарах интернета не только электроприводом. Продолжение следует...